здравствуйте друзья письмецо зачитаю вам по дороге домой будем отвечать мне 37 лет в россии я получил высшее образование по менеджменту и магистерская мастер по бух учету был зам директора небольшой строительной компании жили мы по российским меркам неплохо построили свой дом молодцы какие приятно проводили досуг поездки за город встречи с друзьями зимой горные лыжи летом пляжный отдых один-два раза в год отпуск за границей ну прям американцы так внутри год назад мы с супругой решили что хотим эмигрировать сша что-то действительно вот решили и все при этом я отдавал себе отчет в том что в сша я не смогу сразу организовать какой-то бизнес и на рантье я тоже не тяну то есть жить на проценты там с чего-то сложений я настраивался на то чтобы просто устроиться на какую-то работу я понимал что для менеджерских позиций нужен очень хороший английский а на американские стандарты бух учета нужно полностью переучиваться с нуля я также узнал что для того чтобы выйти в бух учете на приличную зарплату нужно проработать в этой области много лет правда а я уже не очень молод ему 37 лет и он не очень молод так ну хорошо но не 22 это правда поэтому мой план был таков по приезду воспользоваться услугами вашей школы и начать делать карьеру тестера но надо сказать что у нас тоже к английскому есть некоторые требования ладно я начал активно учить английский язык мудро и я сразу почувствовал как сильно это изменило мой привычный образ жизни сами занятия плюс домашние задания украли время от досуга мы стали меньше придаваться удовольствием но это было только начало в прошлом году мы с семьей жена и двое детей десяти и шести лет приехали в сша четыре месяца назад то есть год назад он приехал а четыре месяца назад начал заниматься в онлайн-группе на ваших курсах по тестированию программного обеспечения студент наш мои материал усвоил и чувствую себя готовым к работе в области тестирования программного обеспечения ну чё шикарно в ближайшее время начну активный поиск работы тестером это это по-нашему еще в россии когда я начал готовиться к эмиграции я понял что для того чтобы достичь успеха нужно очень много заниматься самообразованием ну не как сказать не переусердствуя тоже знать как тоже много очень много ну да нужно во время ваших онлайн-курсов и после них мне стало совершенно ясно что для успешной карьеры в тестировании нужно постоянно развиваться изучать новые технологии улучшать свои знания и навыки и так далее я сейчас практически все свое время посвящаю этому я почти совсем не смотрю телевизор изредка какой-нибудь хороший фильм по рекомендации немного слежу за новостями в интернете совсем не читаю развлекательные книги раньше читал много иногда по выходным мы с семьей ездим в какой-то национальный парк неплохо и я понимаю что мне в таком режиме предстоит жить еще столько лет сколько я собираюсь работать тестером у меня пока не получается вставить свое расписание время на хобби и удовольствие если я смотрю кино или гуляю гуляю по каньону меня мучает совесть что нужно учить а я не учу гуляю по каньону совесть мучает так хотя глядя на успешных американцев я вижу что они играют в гольф в теннис катаются на горных лыжах много путешествуют своих домах на колесах катаются на катерах и яхтах и так далее и вот я подошел к вопросу означает ли призыв к самообразованию несовместимость с праздным проведением досуга или это можно как-то совместить да ну что же друзья отправляемся в путь и отвечаем на вопрос одновременно с дорогой ну что ж друзья вопрос поставлен вопрос хороший я рад за ребят что они уже в америке он совершенно не сказал как они оказались здесь потому что три года назад они решили уехать и вот год назад они уже приехали чтоб я так жил понимаешь да ну ладно что тут еще сказать успешные американцы которые играют в гольф что там они в домиках на колесах ездят на яхтах и так далее уже потратились много лет это не произошло в один день или даже там в один год они уже потратили сколько-то лет на то чтобы выйти на какой-то уровень в профессии в заработке там и так далее в доходах которые позволяют им также жить поэтому если мы попытаемся это сделать там за год или за два то что на самом деле требует там 5 лет или 10 может быть даже лет единственное что с нами пройдет мы надорвемся и надорваться это абсолютно не та цена которую мы хотим заплатить за это за все тем более что надорвавшийся человек ему уже ничего не надо вот и и и и детям не надо чтоб папа надорвался там и так далее это просто может быть такая знаете проблема от большой ответственности которая на нем лежит это ответственный человек он был на ответственной работе у него семья у него детки он осознает осознает свою ответственность перед ними он должен прорваться должен начать их обеспечивать и так далее и вот это на него какой-то стресс такой дополнительный накладывает с одной стороны да мы работая войти как бы да безусловно должны как-то так оставаться на уровне поддерживать себя на определенном уровне с другой стороны я хочу сказать что все таки львиная доля вот этого всего происходит на работе она она не происходит свободное от работы время то есть человек поддерживает себя на уровне потому что он работает у него проект потом другой проект одна работа другая работа он пришел на работу у него сегодня какая-то новая задача которую он решает для этого он пошел там стал разбираться с одним с другим с третьим то есть он не изучал это впрок потому что то что сегодня происходит с нашим героем он изучает вещи в прок и если мы говорим про ситуацию студенческую и в данном случае это вообще наш студент как бы мой студент я хочу сказать что сложность вот того что в его жизни сейчас происходит состоит в том что мы изучаем там допустим я не знаю там сотню разных маленьких вопросов ну допустим и ни один из этих вопросов сам по себе не является сложным я я уж я не думаю что сказать разумный человек элементарно разумный человек более-менее адекватный пользователь упрется во что-то такое значит он пробиться не может я не верю в это я слишком давно этим занимаюсь чтобы такое поверь но проблема в том что у него много этого у него сотня маленьких задач и вот и вот эта сотня она его значит напрягает и когда вот говорят там а чего вот зачем ходить там на курсы что-то машина что-то в ней потрескивает не знаю что зачем ходить там куда-то и там деньги платить и так далее когда вот значит все есть на интернете конечно она может и есть но когда тебе скажут что из этих 20 вот эти 20 из этих 100 я извиняюсь вот эти 20 ты должен отработать причем вот тебе вопрос вот тебе ответ и этого достаточно чтобы пойти найти работу за там не знаю месяц вот это вот то ради чего может быть и стоит я не знаю поэтому значит надо сфокусироваться на том что дает работу если мы будем еще не имея этой работы понимаете загонять себя в ситуацию когда у нас не секундочки свободно нет а от чего он решил что ему что-то не хватает вот я что понять не могу он что на рынке и интервью пройти не может почему вдруг вот чем он таким занимается сегодня чтобы сказать что это оправдано с точки зрения того чтобы получить сегодня работу самообразование не является фетишем никаким самообразование не является саму целью цель совершенно другая самообразование это средство для поддержания себя в какой-то форме для достижения какой-то цели для соответствия каким-то стандартам это это каким стандартам какой цель где цель то нет цель найти работу значит пошел на рынок ищешь работу ты боишься я я понимаю что он где-то там живет возле национальных парков наверное там может быть не так много работы ну так значит он вешает резюме там где нет национальных парков он вешает его в чикаго в нью-йорке там я не знаю где не стал вдался в лос-анджелесе в разных местах так и пусть он вот недельку-две поговорить с разными людьми там рекрутеры звонят может потом из компании начнут звонить какие-то вопросы начнут задавать и тогда он поймет что из из того что он там подготавливал для того чтобы он там сейчас самообразовывается без того чтобы еще работа была по профессии и вдруг поймет что там он 90 процентов времени то зря потратил он мог бы это время лучше отдохнуть действительно с семьей время провести американцы вот это время которое он семьей ходит по по парку с детками у американцев это называется quality time и quality time это очень важная вещь в жизни поэтому может не знаю но если бы хочется какую-нибудь книжку развлекательную почитать ну почитай это же отдых мы все отдыхаем самым самыми разными способами один там с удочкой сидит другой книжку развлекательную читает третий я там не знаю с детками погулять пошел четвертый там барбекю сготовил с друзьями тогда есть десятки способов отдыха и вопрос не в том что вы книжку развлекательную читали вы отдыхали в это время вы чтение книжки это же тоже не самоцель это же средство вам же отдохнуть то тоже надо вы же не можете все время быть в напряжении напрягся отпустил напрягся отпустил напрягся отпустил а если напрягся и не отпустил да еще несколько раз тут тоже и сломался сломаться это это же она есть когда вот расслабление это напряжение есть но вот и сломался какой-то момент Поэтому не нужно себя чувствовать виноватым, если там взял и книжечку почитал Вот этот quality time, отдых в целом, это все очень-очень важно Человек, который не отдыхает, не может так уж прямо эффективно функционировать Значит, теперь, я считаю, что выход вот из этого состояния Он чувствует себя виноватым Не надо чувствовать себя виноватым Чувствуете себя молодцом Вы скажите себе, я приехал, я взял курс онлайн, я разобрался в предмете Я сейчас пойду и работу найду, у меня все хорошо Вот и все, что себя плохо чувствовать-то? Это всегда можно найти повод там себя гнобить А зачем? Повод где? Реальный повод где? Я вот цитирую периодически Харлампева, Анатолий Аркадьевич, создателя борьбы самбо Вот у него такая фраза была, ну так, немножко похожая Он, ну там, мы там что-то хихикали И он, ну, пацаны там, знаете, подростки И он так строго говорит, высмеять можно и мать родную Он говорит, а зачем? Понимаете? Можно себе отказать в самом основном, в необходимом И ради чего, собственно? Ради абстрактной идеи о самообразовании Должна быть абсолютно конкретная цель Абсолютно, предельно конкретная Если цель предельно конкретна, вы ее предельно четко и быстро добиваетесь Чем больше цель размытая, тем дольше это занимает к ней прийти Если вообще когда-нибудь человек приходит к этой цели Поэтому В данном случае у нас нет проблем с абсолютно предельной, четко сформулированной целью Предельно четко сформулированной целью Он должен найти работу Значит, мораль такая Если резюме нет, значит, срочно делаем резюме Значит, если резюме есть, срочно вывешиваем резюме Ну, пусть там не там, где он находится А в каких-то таких местах с интенсивным трафиком Вот И, значит, тут же сообщаем мне Я пойду посмотрю там на это резюме Как-то на дайсе висит Мы тут же подправим это все Чтобы больше было звонков И пусть разговаривает с людьми, пусть общается Пусть проходит собеседование там по телефону В скайпе и так далее Может, его позовут в Лос-Анджелес поехать Сел на самолет, поехал Понимаете, это все такие вопросы Он может, если так уже ему дам, я не знаю чего Он может приехать к нам У нас сейчас на кэмпусе Интерншипов сколько хочешь Мы ребятам, которые в онлайн-классе учились Мы им говорим Пожалуйста, ты можешь приехать И, то самое И пройти интерншип Это стоит там каких-то денег Потому что компания У нас есть одна компания, которая их берет И они специальное помещение сняли И человека поставили Которая работает с нашими практикантами Они там три проекта делают Поэтому это нам стоит денег, как в школе То есть мы за это приплачиваем Но дело не в этом Это реальный опыт Это идет в резюме Там со всеми делами Ну, если у тебя вдруг уверенности не хватает Но, понимаете, это лучше, чем вот ходить и ходить и ходить И есть себя поедом И ничем не кончается Значит, пошел на рынок И нашел работу Вот и все Значит, и в процессе поиска работы Ты начинаешь выстраивать свою жизнь Под эту конкретную цель Потому что сейчас эта жизнь выстроена Под какую-то абстракцию Которая не имеет отношения К решению ни одной конкретной Сиюминутной задачи И это и есть То, что его тяготит Он не знает, что будет завтра У него нет ощущения, что он работает на завтра На сегодня На прямо вот сиюминутно Понимаете? А он должен заниматься сиюминутным Как только он займется сиюминутным Он перестанет тяготиться вот этим вот всем Я это видел в таких количествах Вы себе представить не можете То есть от состояния Что же делать, как же быть От состояния, да начни делать что-то Вот как ты начал что-то делать Сразу это все ушло А на первый план вышло Вот то, чем ты занимаешься Фокус Фокус Должен уйти вот от абстракции вот этой Могу ли я себе позволить Вот, если я смотрю кино Или гуляю по каньону Меня мучает совесть Что нужно учить А я не учу Да не нужно учить То, что вы сейчас учите Учить вообще не нужно Не нужно Вы не знаете, что учить Откуда вы знаете, что учить Кто вам сказал, что учить вообще Вы идете на рынок И вы учите то Чего вас спросили Вот вам задали вопрос Там допустим Разговаривать с рекрутером Там Рекрутер задает обычно Там 5-6 вопросов Вопрос первый Сколько ты хочешь денег Вопрос второй Почему ты на рынке Что случилось Вопрос третий Как далеко ты готов Значит там Ездить на работу Так Ну что там еще бывает Ну естественно там есть Там знаешь это Знаешь что Ну там без вопросов Вот там буквально Ты поговорил с 10-ю рекрутерами И даже с 5-ю Ты уже как пулеметчик Начинаешь строчить Этими ответами Потому что Все, ну а что Ты вдруг поймешь Что всего-то и есть 5 вопросов Нету 10 или 20 или 30 Есть всего 5 Дальше ты идешь На следующий уровень Потому что они начинают Как пулеметчики Слать твое резюме По компаниям Когда ты хорошо отвечаешь Тогда тебе с компанией Начинают позванивать И тебе говорят А там Ну начинается там То что называется Фон скрининг Это может быть 20 минут Может быть 30 А может быть сразу Даже телефон на интервью Разница в том Что интервью Это когда тебя прямо нанимают А скрининг Это когда решают Звать тебя на интервью Или не звать И с тобой начинают разговаривать Уже по 20 минут Уже по 30 минут Многие люди С этого уже сразу Офер получают Вот А самое минимальное Что ты получил Ты получил 30 минут разговора Значит Ты после этого разговора Сел Все вопросы выписал Чего тебе Что ты отвечал Потом смотришь Как лучше было ответить Значит Если у тебя было 5 таких скринингов А все эти скрининги Смотрят на твое резюме Они не смотрят Ни на что больше В твоей жизни Вот у них есть твое резюме И ничего больше нет Если ты прошел 5 таких скринингов Никто никогда в жизни Тебя больше ни о чем Таком не спросит Ну я утрирую Но там 99% того что тебя Уже спросили Это то что тебя будут Дальше спрашивать Ну 1% всегда остается Конечно Кто говорит Может быть даже 5% Остается Таким образом Но если ты отвечаешь На 95% Того что тебя спрашивают Уверенно Сочно Отработано И так далее Ты чемпион Тебе любую работу Вся работа твоя Понимаете Потом ты идешь на интервью Ну хорошо Ты пришел на интервью Там 3-4 человека И это может быть Не 20 минут А скажем Ну бывает 30 Бывает 45 Бывает час Обычно такими вот идет Значит Ну хорошо Даже по часу 4 человека Там 3 человека По часу тебя погоняли Но они же то же самое Спрашивали что на скрининге Ну может быть больше деталек Немножко хотят Но это же легче чем скрининг Потому что на скрининге Ты по телефону Непонятно с чем А тут у тебя живой человек сидит Улыбнулись Чайку попили Там руки пожали Расслабленно Другой совершенно разговор Поэтому Ну допустим Ты уже такой уж прям тяжелый случай Я уже не знаю там что Ну даже ты вот 5 интервью прошел И оффера нету Это тяжелый случай Я не знаю Это один из 10 такой Чтоб с 5 интервью оффера не получить Ну послушай Но с 5 интервью Это же уже у тебя что Уже ты тоже все спросили Ну нет же Ну что еще Поэтому дальше ты начинаешь Получать свои офферы Пачками Но если ты вместо этого процесса Который я сейчас описал И который между прочим У нас на страничке видео Вот я обращаюсь к тому Кто вопрос задает На страничке видео Там раздел Поиск работы И там есть прямо 3 Три вебинара Где я расписываю Весь этот процесс Очень подробно Надо бы посмотреть Но вы не смотрели Потому что вы работу не ищете Вот когда ты начнешь искать работу Так Имея меня 24 часа рядом Либо живьем Либо вот там на видео Где я все рассказал По 10 раз И вот тогда у тебя Не будет чувства вины У тебя может быть чувство вины Что ты сегодня послал Не 50 резюме А только 20 Это очень хорошее чувство вины У вас времени не было Больше послать Потому что вы Отвечали на звонки Отвечали на имейлы Готовились там По тем вопросам Которые в прошлый раз задали То есть занимались Самым полезным Чем в принципе вообще Человек может заниматься В таком положении Готовиться к тому Чтобы следующее интервью Прошло лучше Вот пусть такое чувство вины будет Вот я за это Поэтому Мое видение такое Вы можете согласиться Не согласиться Вы можете сказать Об этом стоит подумать Это интересно А может и не интересно Сказать Все это ерунда Don't trust my bullshit Как говорят американцы Пожалуйста Значит Ну вот Я бы так сказал Без всякой там Психологии Психиатрии И там Social work Или как там это все называется Значит Просто как человек Который Консультирует других Как работу искать Значит Я говорю Вот так И по каньону гуляйте И с детками разговаривайте И с женой там И все И здоровье берегите Побольше гуляйте По каньону В бассейн сходите Там еще куда-нибудь И книжечку почитайте Чтобы расслабление было Чтобы когда С вами разговаривают люди Чтобы вы Не Не напряженно с ними разговаривали А расслабленно Вот у нас Где-то там Штук 20 видео назад Было Интервью Светлана разговаривала С Анной Гак И она там Рассказывает методы Как чувствовать себя Значит Поспокойней Посвободней Порасслабленней Она говорит Что если тебе удастся Значит Быть в расслабленном состоянии То есть Чтобы не было в тебе напряжения Это почти состояние просветления Ты еще не там Но ты уже почти там Посмотрите это видео Вот вам это тоже интересно будет Полезно будет Вот и все И перестаньте себя В какой-то ерунде Обвинять там И так далее Делом занимаются И все Люди которые делом занимаются У них нет времени На то чтобы Чувствовать себя виноватыми Понимаете Вот Так что Я пожелаю Успехов Человеку 37 лет Мама родная Все впереди И дальше уже Вот найдете работу Вот будете тогда Совершенствоваться Спросите себя А что дальше А как туда попасть Там и так далее Вот И вот будете работать Нормально И у вас хватит времени на все И на книжечку хватит И на деток хватит И на работе там Увертаймы там Часок-другой посидеть На все времени хватит Вот А пройдет пару-тройку лет Вам уже не нужно будет Столько времени тратить На поддержание себя в форме Вы уже будете Гораздо больше денежки получать И у вас будет Более качественный отдых И яхточку себе заведете Там и домик на колесиках Все это абсолютно Недорогие удовольствия Ей-богу Там было по чем говорить В общем Такие вот дела Счастливо 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 Счастливо